Этот зоопарк просто чудо. Приходите. Хм, явно хороший зоопарк. Всем хай! С вами Юджин и сегодня мы будем с вами играть в прекраснейшую игру, которая называется Planet Zoo. Ну, планета зоопарк. Наверняка это означает что-то типа того, что наша планета это зоопарк. Да, игра вот настолько мудра, что нам сходу говорит, что мы есть в картине вселенной. В этой игре мы сможем с вами построить зоопарк, где захотим, какой захотим. И будем дарить радость всему миру. Так давайте же подарим миру радость, запихнув тысячи животных в клетки. Понеслась. Вот этот аватар мне сходу нравится. Усы вызывают доверие, а очки скрывают зловредный взгляд, который... Ха-ха-ха, я заработаю на вас, животные. На самом деле я сейчас один в один, как он. У меня тоже есть усы, тоже есть прекрасные очки и... Ай, надо цвет футболки поменять. Готово. Где вы хотите разместить свою штаб-квартиру? Прямо здесь! Мы в нейтральных водах, короче, с вами находимся. Можем вообще забить на закон. Какое бы место выбрать для зоопарка? Тундра. Идеальное место. Как мне кажется, название должно отражать местность, в которой зоопарк находится. Поэтому давайте напишем... Тишки. Велком. Откуда конкретно должны приходить люди? Я не понимаю. Они что, должны пешком сюда добираться через горы? Таким образом. Только сильнейшие смогут дойти до моего зоопарка. Что у нас здесь есть? Камни какие-то... Дурацкие... Таурская лиственница. Я бы считал дурацкое. Только не говорите, что мы можем... Есть! Мы можем заменить название. Дурацкая лиственница 02. Вот, она будет здесь стоять на козырьке и приветствовать людей. Вот такое вот дерево будет стоять. Это будет отличительная черта моего парка. Ну что вы, вовсе нет. Мы не проводим никаких генетических экспериментов над живыми организмами. Ну и, конечно же, сверху будет стоять просто гигантский, огромнейший столбище, на котором будет стоять огромный булыжник. Из него будет торчать вот такой вот камень. Это такая отсылка к скале предков из Короля Льва. Погодите, ни один хороший зоопарк не должен начинать свою работу без прекрасного приветствия рассвета. Посетители не ждут. Все хотят увидеть это чудо. Особенно здесь будет много посетителей, когда увидит мое безумное выражение лица. Я пущу такую рекламу по телеку. Этот зоопарк просто чудо. Приходите. Хм, явно хороший зоопарк. Если вдруг люди будут спрашивать, что это, я отвечу, это поможет ловить для вас Wi-Fi. Да, потому что мы ловим чужой Wi-Fi. Своего у нас тут нет. Что вы от меня хотите? Я только начал свой бизнес, только открыл зоопарк. Денег еще пока нет. Приходится на всем экономить. Ладно, если у нас уже есть хороший ресепшн, красивая прихожая. Осталось ее украсить вот таким вот охренительным валуном. Прям висящим над головой. И не парьтесь, это абсолютно безопасно. Продолжаем украшать прихожую, придерживаясь высоких стандартов безопасности. Крепим многотонные валуны к веткам этого дерева. Не бойтесь, держится очень надежно. Что это такое, спросите вы? Это похоже на окаменелого динозавра. Мохнатый динозавр. Мохнозавр. Вот такой он будет. Разумеется, в этом парке все не очень идеально. Это суровая природа. Тут все может произойти. Поэтому огромный валун упал случайно вот прямо на входе. Практически все перегородив. Ну, как бы я не знаю, что с этим делать. Ну, вот так. Вот оно такое. Вы уж как-нибудь протиснетесь. Благо киоск с билетами досягаем. Ах, идеальный день, чтобы поехать в мой зоопарк. Вам не кажется, что дождик смыл весь снег в тундре? Два чудесных вольера готовы. Давайте наймем целую кучу уборщиков. Не удается найти доступную комнату отдыха со свободными местами. Так не удается. Ее и нет. Я ожидаю много народа, соответственно, много мусора. Поэтому повсюду будут ходить уборщики. А один из уборщиков, который меньше всего мне понравился, который посудил заявить про комнату отдыха. Я этому уборщику вот что скажу. Убирайся отсюда. Вот чтобы этот маленький кусочек дороги был чистый. Ты понял меня? А теперь пришло время делать животных. И начнем вот с этого гигантского огромного вольера, в котором стоит внутри неизолированный генератор электрический. Потому что когда речь идет о безопасности, имеется в виду только люди. Какое животное подойдет сюда? Сюда, конечно, ни одно животное не подойдет. Мы их просто схватим и посадим насильно. Вольер достаточно большой. Нужно что-то соответствующее. Бразильский розовый птицеед. Вот она первая группа посетителей. Как вы протиснулись через этот валун? Неважно. Вы очень, наверное, хотите посмотреть на мое редкое животное, птицеед. Мне кажется, вы очень легко оделись для тундры. Они слишком верят в глобальное потепление. Дело в том, что погода обещает снег. Ой, люди сейчас все уходят. Как-то нету для них развлечений. Кто-нибудь-то хоть прошел чуть дальше посмотреть на моего прекрасного птицееда? Птицеед, это вообще есть или как? Давайте хитрее сделаем. Вот сокращенная тропинка. А теперь убрать. И теперь вам придется пройти через весь мой парк. А, вход в зоопарк мы еще не сделали. У нас вон там вот есть один вход, но нужно сделать еще один вход. Да, к сожалению, у нас двойная тарификация здесь. Я только что понял, что вряд ли посетители смогут увидеть моего прекраснейшего, великолепного птицееда в этом вольере. Но давайте не будем на этом останавливаться. Возьмем какое-нибудь большое животное. То же, чтобы очень зрелищно и самое важное, чтобы смогло ужиться с пауком птицеедом. Я думаю, индийский павлин идеальный кандидат. Ведь паук птицеед, а павлин это птица. И поэтому один из них точно будет рад соседству. У нас тут проблема с нашим птицеедом, он находится не в идеальных условиях. По-моему, он что-то как-то офигел. Потому что, не знаю, по мне, за пределами его вольера не идеальные условия. Где его вообще тут можно увидеть? Иногда говорят, что можно увидеть моего птицееда в вольере. Если очень постараться. Ой, вот он сидит. А что он такой синий? Он что, замерз что ли, заледенел? Мне кажется, ему надо обогреватель поставить. Вот сейчас со всех сторон. Вот всю экспозицию подогреем. Сейчас должно быть нормально. Ну что, ты там отогрелся, нет? Не понимаю, в чем дело. Так, вызов смотрителя. Смотритель! У нас тут паук что-то болеет. А вот здесь надо поставить охладители. Чтобы когда недовольные посетители покидали зоопарк, их пуканы тут же охлаждались. И в интернете оставались бы только положительные отзывы. Дорогая, я так рад, что вы сюда приехали с тобой. Может быть, тяньшанского медведя впихнуть, а? Оп, у нас электроэнергия барахлит. Механик спаунси. Чините группой. Все, починили? И еще парочка механиков вот сюда, на свободе. Люди, приходите в наш зоопарк. Вы не поверите, у нас здесь просто невероятные дивные животные в вольере. Механики. Посмотрите на них, они абсолютно тупые. А иногда один из них может взять и начать вбивать гвозди в стену, когда его не просят. Если вы подойдете к этой двери, то вы сможете разглядеть их поближе. Только несуйте туда пальцы. И обязательно читайте предупреждающие таблички. Ни в коем случае не давать механикам в вольере зарплату. Смотрите, один просто взял и вышел. Иногда некоторые особи из них становятся очень умными. Посмотрите, эти четыре механика пытаются коммуницировать друг с другом. Ученые до сих пор пытаются выяснить их язык, но пока безуспешно. Возможно, они пытаются создать друг с другом пару. Но поскольку их четверо, они не могут понять, как из этого сделать пару. Поэтому не думаю, что в скором времени мы сможем ожидать потомства. Поставим вот здесь вот стойку информации. И вот эта вот девушка будет говорить, что вот в этом огромном вольере тигр. Или даже слон, говори слон. Пусть люди верят тебе на слово. Просто этот парк у меня скорее на фантазию. Я не понимаю, где мой чертов медведь? Будь ты прокрыта игра. Может, смотрителя нужно нанять? Так, раз, два, три. Хорошо, им видите, тебе нужна комната отдыха всем. Ладно, вот. Идите, отдыхайте, уроды. Ну и, конечно же, поскромнее комната отдыха для уборщиков. Эй, что это такое? Что за чувак? Че это он коробку тащит? Он что-то стырил из этого дома. Меня решили разграбить мои шаработники. Они настолько не верят в мой бизнес, что решили просто сходу разграбить. Стоп, погодите, он в вольер бежит. Ты что задумал? А, так вот как животных доставляют здесь в коробке. Ну что ж, фламинго, поздоровайся со своим новым другом. Павлином. Вон еще кого-то несут. Я даже не помню, кого я заказывал. Это медведь пришел. Вот теперь фламинго оживился, наконец-таки. Опа, медведь, кажется, сейчас подружится с нашими механиками. А, нет, он миролюбивый. Это самый добрый мишка на свете. Давайте разместим окно. По идее, оно должно дать, ну, хотя бы небольшое представление о том, что происходит внутри вольера. А, нет, это всего лишь муляж. Медведь? Ты что, ты что творишь, медведь? Медведь решил сбежать. Одумайся, медведь. У нас, кажется, ЧП. У нас сбежал медведь. Так что ты задумал медведь. О, он, кажется, вздохнул с облегчением. Наконец-таки выбрался. Я не смог создать хорошие условия для него. Ему не нравилось в вольере. Он лучше будет жить в тундре. Дикой и опасной. Ты что делаешь? Медведь оценил свои шансы и понял, что... Ну его нахрен, я обратно в вольер. В вольере многое изменилось с тех пор. Вот и слон, и этилопогну, и носорог. Надя, вот песка насыплю, будешь спать здесь. И еще вот еще летающие спальные места. Как ковер-самолет. Сделаю тебе тенек от жаркого палящего солнца тундры. Этилопа. О, оп! Мой зоопарк, он глючит. Починитесь. Механика сюда. Слушайте, ну если у нас так хорошо все животные дружат, то, может, и сенегальского льва вы примете в свою тусовку. Посмотрите, у нас людей стало гораздо больше. Все ждут увидеть это чудо природы. Я, конечно же, про вот это дерево говорю. Потому что другого чуда у нас тут вообще нет. Чего ты этот медведь приуныл? Лучше б меня подстрелил охотник. Просто гмишке больше нравилось, когда я его голову простреливал в лондарке. Куда лев побежал? Он убил павлина. Хотя это был самый долгожитель у меня здесь. Не считая птицееда. Ты что, животное, что ли? Эй, ты зачем зашел в вольер? Чего ты мутишь? Кал подбирать пришел. Здесь много кала. А тут в зоопарке есть сплошной кал. Подмети заодно птичку, а то посетители будут недовольны. Хотя если они, конечно, увидят, что вот здесь происходит. Нет, не будешь убирать. Ну ладно. О, я понял, как сделать так, чтобы люди видели животных. Как-то вот так вот проектируем, строим. А, тем временем медведь уже успел куда-то сходить, погулять за вольер. Мы с этим медведем смогли как-то, знаете, наладить доверие. Я полностью ему доверяю. Он может ходить, куда он вздумается. Я знаю, что он вернется. Вот, теперь можно ходить смотреть на животных. Опа, люди сразу ломанулись. У нас тут аншлаг. Я не считаю, но мне кажется, что я дофига денег заработал. Нужно какую-нибудь колонку поставить. А обучающий громкоговоритель. Здравствуйте. Соблюдайте тесну. Животное нервничает. Здравствуйте. Смотрите, смотрите. Людям нравится. Вау. А, что это они шуганулись? Кто их испугал? Тут медведь, что ли, опять буянит? Я не понял. А, я понял. Медведь опять сбежал, да? Он опять сбежал и поднялась тревога. Где он тут? Урод. Вот ты где. Аж все испортил. Мне тут было, блин, народа дофига. Хотя, что поделать? Это же дикая природа. Вы хотели к ней прикоснуться? Это фактически сафари. Не уходите, пожалуйста. Погодите. Вот так вот обрубить путь к отступлению. Сейчас вам будет настоящее сафари. Абсолютно безопасные животные. Посмотрите, там стоят механики. И они живы еще. Спускайтесь вниз. Это философия нашего парка. Все животные здесь свободны. Животные сами решают, быть ли им свободными или нет. Перелазить через забор вольера или остаться внутри. Так же, как и вы, люди. Кажется, мы всех распугали. Я все понял. Люди просто... Им не нужно настоящих впечатлений на самом деле. Людям нужна лишь иллюзия. Иллюзия нахождения в дикой природе. Как прискорбно. Настоящие позеры. О, брачные игры начинаются, да? Возможно, мы выведем новый вид животного. Лев и носорог. Носолев. Или левонос. Да какая разница, как вас называть. Главное, приступайте к действию. Ведь люди смотрят. Хотя я не знаю, что тут люди видят. А я знаю, что они точно видят. Вот эти вот прекрасные мегадеревья. А чё, а чё, а чё, люди? Люди, вы чё, куда? Куда вы все просто ломанулись? Охранник, не пускай их. Задержите их. Эй, не заходи за ограждение, пожалуй, ста. Ну как же так? Где у нас тут система оповещений? Вот. Где заходите за ограждение? Где заходите за ограждение? Они меня проигнорили. Я чувствую себя туристом среди них. Ой, простите. Я тут снимаю. Вы попадете на YouTube, если что. Здравствуйте. Прекрасный зоопарк, согласитесь? Отвратительные розовые волосы, согласитесь? Так, секундочку, дайте пройти. Что, интересно что-то происходит? Там медведь стоит. И слон. И все в одном вольере. И, кажется, здесь пожар. Это вообще нормально? Это детишко недовольно, что я ее снимаю. А чё это вы тут все недовольны? Я не понял. Вы что хотите сказать, что несколько дней путешествия пешком до этого зоопарка по холоднющей суровой тундре того не стоили? Мне пофигу, я сюда не просто так ехал. Я буду снимать. Так, подойдем поближе. Надо как-то получше снять. А-а-а-а! Нет! Я в вольере с хищным птицеедом! Что ж, друзья, вот такой вот прекрасный зоопарк получился. Но я уверен, что это далеко не предел. Мы можем сделать его лучше. Мы можем сделать больше вольеров. Мы можем нанять, хотел сказать, не нанять, а похитить больше животных. Запихнуть их в эти вольеры и развлекать людей. Мы можем сделать прекраснейший, самый лучший в мире зоопарк в тундре, который только может быть. Все зависит от вашей поддержки. Скидываемся на мой зоопарк. Если вам понравился этот выпуск и вы хотите больше, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не забывайте про колокольчик, вступайте в группу в ВК, подписывайтесь на мой инстаграм, смотрите мои сторис там, чтобы быть в курсе всего, что происходит в моей жизни. Моя жизнь это круговорот великолепных, интересных событий, поэтому вы не захотите это пропустить. Огромное всем еще раз спасибо. Люблю вас всех, обожаю, целую и обнимаю. И, конечно же, напоследок для всех доску своих, коим ты являешься, раз подписался на канал, мы даем друг другу пять тюлю. Ты готов? Вы готовы? А? Я слышу вас! Раз, два, три и пять!